Ботанический сад Тверского госуниверситета готовится к открытию выставки хищных растений. Они поражают формой и расцветкой. Раньше такие необычные растения можно было увидеть только в книгах или интернете. Сегодня первые экземпляры уже прибыли в зелёный дом. С зелёными монстрами познакомилась Ольга Сильдемирова. Чтобы поймать жертву, у венериной мухоловки уходит несколько секунд. Правда, потом смакуют неделю. Ест зелёный хищник, как дюймовочка, раз в месяц. Добычу предпочитают исключительно живую. Движение комаров, жуков, муравьёв запускает процесс пищеварения. Менее кровожадны жирянки. Их нектар опасен для любопытных. И они-то как раз страдают обжорством. Да, да, обжора. Потому что к жирянке прилипают мелкие мошки и комарики прямо втягиваются в поверхность самого листа. Жирянка хороший способ избавить свой дом от маленькой мушки дрозофила. Не менее интересные хищные растения – непентесы. Издавна их называют обезьянечашей. На родине непентесов в тропиках считается, что охотники иногда даже пьют из них воду. Вода накапливается в кувшинчиках. Главное – не пить до дна. А ещё за непентесом закрепилась слава кувшинчика-убийцы. Воск, выделяемый гладкой поверхностью лестцев, делает её настолько скользкой, что попав в такой сосуд, насекомое обречено. Сергей Куницын о растениях-хищниках знает абсолютно всё. Поэтому его считают в России самым популярным лектором. Первый год я просто учился за ними ухаживать. Потом так получилось, что проект в итоге так уж вышел, что он был у меня первым в стране, когда я стал искать единомышленников. А потом меня стали потихонечку привозить то в музеи, то в зоопарки, то в ботанические сады. Сергей, знаете, класс-то рассказывайте, расскажите о своей коллекции. Пошло-поехало. Для зелёного дома выставка уникальна, говорит директор ботанического сада Юрий Наумцев. Это отдельный такой случай, который действительно заслуживает внимания не только потому, что растения интересные, а ещё и потому, что будет возможность у всех гостей выставки и мастер-классов узнать реальные факты и об их жизни, а самое главное о том, как эти растения можно вырастить дома. Сейчас в зелёном доме идут последние приготовления. Выбираются места для хищных гостей. Согласовываются дизайнерские решения. Узнать много нового, а может даже понаблюдать за процессом кормления, можно будет уже в конце этой недели. Ольга Сальдемирова, Виталий Киряков, Вести Тверь.